С 18 июня в Азербайджане возобновляются внутренние авиарейсы. Об этом на брифинге оперативного штаба при кабинете министров заявил вице-президент закрытого акционерного общества Азербайджанские авиалинии Азал Эльдар Каджиев. По его словам, в этот день будут выполнены сразу два рейса из Баку в Нахчеван. Основываясь на стратегии, утвержденной оперативным штабом, мы начинаем поэтапно возобновлять международные и внутренние авиаперелеты. В первую очередь мы запускаем в направлении Баку-Нахчеван на Нахчеван-Баку. Первый рейс в направлении Баку-Нахчеван будет осуществлен 18 июня, 12 часов по бакинскому времени. Второй в этот же день в 15.00. Хотя максимальная вместимость самолета, следующих по этому рейсу 106 мест, в продажу поступит только 100 билетов. Это одна из мер предосторожности. В случае выявления у кого-то из пассажиров симптомов болезни, они будут размещены в последних рядах. Вице-президент Азал также заявил, что с целью обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане разработаны новые правила пассажирских перевозок на период пандемии. Новые правила будут учитывать все международные требования в рамках борьбы с распространением коронавируса. В частности, они будут направлены на сохранение дистанции среди пассажиров в очередях и в воздушных судах. Помимо этого, все пассажиры будут обеспечены масками, и на каждых пропускных пунктах их руки будут обрабатываться дезинфицирующими средствами. Также на всех пунктах по прибытию и отбытию пассажиров будут расположены специальные термодатчики, которые будут выявлять людей с высокой температурой. Пассажиры, чья температура превышает 37,5 градусов, не будут допущены к рейсам. Более подробно ознакомиться со всеми новыми правилами безопасности можно на официальном сайте АЗАЛ. Ожидается, что в скором времени также будут восстановлены и международные авиаперелёты. Но основным препятствием для их организации является растущее число заражённых в Азербайджане. По заявлению оперативного штаба, в Азербайджане за последние сутки выявлено 352 новых случая заражения. При этом 210 человек вылечились, 6 раз скончались. В настоящее время лечение в больницах специального режима проходит 3844 человека. Тестов на коронавирус в стране было проведено более 300,5 тысяч. Платбайрам Феруз Рагимов, CBC